Хуже, чем в фильме ужасов, житель Мстиславля с особой жестокостью убил знакомого. Установлено наличие на теле погибшего термических ожогов. Из-за чего случилась трагедия. Распущенная юность несовершеннолетняя организовала порностудию. Оперативники в сфере нравов вывели 17-летнюю жительницу. Что грозит за распространение таких материалов? Защита закона сотрудники МВД контролируют неблагополучные семьи. Ребят поместили на государственное обеспечение. Как борются с нерадивыми родителями? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в пять минут. Засекайте. Поздно опомнился 25-летний житель Мстиславля. Явился в милицию с повинной. Парень сознался в убийстве знакомого. Подробности жуткой трагедии вызывают шок и недоумение. После совместных посиделок, которые, конечно, не обошлись без алкоголя, между хозяином дома и горячей. Трагичным финалом стала драка, поджог и попытка закопать тело в погребе. В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено наличие на теле погибшего термических ожогов лица, шеи, туловища и верхних конечностей, площадью около 44%, а также колото-резаных и резаных ран лица. По предварительной информации смерти мужчины наступило от полученных ожогов. На месте происшествия обнаружена одежда, обувь с веществом бурого цвета, ножи, лопата. Безнравственное поведение 17-летняя девушка организовала дома-порностудию. Жительница Дрибинского района снимала и распространяла интимные фото и видеоматериалы. Для этого она использовала свой телеграм-канал. Ценник варьировался от 20 до 100 рублей в зависимости от предпочтений заказчика. При обыске обнаружено фото и видеоаппаратура, соответствующие декорации и реквизит. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов. Не так давно таким же способом заработка промышляла и 62-летняя Бобруйчанка. Голь на выдумку хитра. Мошенники продолжают развивать свои мутные схемы. Очередной развод. В Могилевскую милицию обратились несколько горожан с одинаковым заявлением. Их обманули при попытке снять жилье в аренду. Как оказалось, вокруг пальца обвел всех один человек. 25-летний мужчина, который болеет лудоманией, придумал незамысловатую схему. Когда молодому человеку в очередной раз понадобились деньги, он придумал схему сдавать собственную квартиру в аренду. Разместив объявления в интернете, парень брал с желающих предоплату и даже писал о передаче ему денег расписки. После он показывал людям свою квартиру, обещал на днях передать ключи и переставал выходить на связь. Риэлтор обманул людей на 9 тысяч рублей. Вырученные деньги он решил приумножить в игорном клубе. Но закономерно проиграл. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело. Оберегая самое ценное, сотрудники МВД контролируют неблагополучные семьи. Скандалы и конфликты между родителями, их привлечение к административной или уголовной ответственности – весомая причина, чтобы оказаться на учете госорганов. Участковые инспекторы на постоянной основе не только обеспечивают безопасность детей, но и помогают в трудоустройстве законопредставителям. Проводят профилактическую работу, разъясняют меры законодательства. В ряде случаев детям не обеспечивались безопасность и должное воспитание. Этих ребят поместили на государственное обеспечение, а нерадивых родителей поставили на учет в органы внутренних дел. С момента изъятия чат законным представителям отводится 6 месяцев на исправление. К сожалению, достучаться до многих взрослых получается лишь такими кардинальными, но при этом вынужденными мерами. С начала года в органы опеки и попечительства от сотрудников МВД поступило более 21 тысячи сообщений о неблагополучных семьях. Каждую из них посетили милиционеры и педагоги. Молодость за решеткой оперативники наркоконтроля с поличным задержали двух бубручан. При себе в тайниках и по месту жительства 20-летних парней и девушке обнаружено около 100 грамм особо опасного психотропа. Фигуранты делали закладки в Могилевской и Гомельской областях. Со слов пары, на виртуальный наркомаркет они работали не более трех месяцев. За незаконный оборот наркотиков с целью сбыта курьером грозит до 20 лет лишения свободы. Аналогичное уголовное дело возбуждено в отношении наркоторговца-иностранца, который привез в Беларусь партию смертельного товара для его реализации более мелким распространителем. У задержанного изъято свыше трех килограмм психотропного вещества. Сотрудники МВД подвели итоги специального комплекса «Мер Арсенал». За четыре дня изъято 215 единиц нелегального оружия и более 11 тысяч боеприпасов различного калибра. В результате профилактической работы добровольно сдано около тысячи орудий, две трети зарегистрированные. Их владельцы лишились в основном за пренебрежение правилами хранения и ввиду привлечения к ответственности за различные правонарушения. В период СКМ зарегистрировано 18 незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, связанных с его хранением, приобретением, перевозкой и иными противоправными действиями. Кроме того, милиционеры привлекли к административной ответственности 165 граждан за правонарушение в сфере оборота таких орудий. Максимальное наказание, которое грозит незаконным владельцам оружия – лишение свободы до 12 лет. При добровольной сдаче гражданина освобождают от ответственности.